так здравствуйте мои любимые здравствуйте мои хорошие присоединяйтесь присоединяйтесь здравствуйте мои любимые присоединяйтесь меня зовут юлия ходарцева я психолог расстановщика наркотерапевты я тут закатила серию прямых эфиров с мужчинами и мы планировали изначально пять мужчин похоже носок будет больше сегодня мы будем встречаться с серёжей да и серёжа нам сейчас к нам присоединится мы с серёжей будем говорить на тему мужчины и женщины да будем смотреть на разные позиции к отношениям завтра у нас прямой эфир с пашей андреевым тоже не забудьте присоединиться но в общем ближайшее время у нас марафон прямых эфиров с мужчинами где мы будем обсуждать разные разные темы поэтому следите присоединяйтесь задавайте свои вопросы я сегодня в stories и сделала уже опрос мы будем я в первую очередь мы серёжа будем отвечать на те вопросы которые уже в stories и может даже сегодня отключу комментарии да мне многие поздравляют с наградой да я вчера стала расстановщиком года для меня это действительно очень важно да благодарю благодарю всех за ваши поздравления получила огромное количество поздравлений ну что а кто они эти мужчины сейчас серёжа придет представиться у нас мужчины разные у нас был недавно эфир саши палиенко у нас там завтра эфир с павлом андреевым он астролог сегодня у нас серёжа эфире сережа предприниматель и счастливый отец у серёжа курсы про отношения мы так что мы будем с вами потихонечку серёж ты уже ко мне присоединился нет нет серёжа а вот сергей женщина и начнем очень активно еще расскажу что серёж я добавила приходи конечно я был на расстановке ну что дорогие мои мы сегодня серёжа обсуждаем тему мужчина-женщина будем говорить об истинных отношениях я так поняла что серёжа со своей стороны расскажет что же такое истребarin отношения и сделать с ними двойные эфиры. Ну а что, надо двигать же отношения между мужчиной и женщиной, потому что мы сейчас перешли в четвертую эру любви, а эра любви так или иначе все равно есть дуальность, а первая важная дуальность – это мужчина и женщина. Поэтому я сейчас активно с мужчинами веду эфиры, прям почти каждый день разные-разные эфиры. Это гениальная идея, на самом деле. Я как раз на эту тему буквально сегодня размышлял, то, что ты говоришь про четвертую эру, переход в четвертую чакру, в солнечное сплетение мы более-менее освоили, и теперь переходим, наконец-то, в любовь. И я заметил такую интересную тенденцию, что в целом женщины гораздо быстрее двигаются по пути эволюции. То есть если мужчины сейчас, по крайней мере в России, только-только перебираются из второй чакры в третью, пытаются освоить… Очень классная история у тебя была про величие, принятие своего величия. Это только сейчас мы осваиваем, мы мужчины в смысле. А женщины уже вперед убежали, вы уже осваиваете любовь, четвертую чакру, а мы еще туда как бы… Ну, так только заглядываем, одним пальчиком трогаем. Ты знаешь, я тебе так скажу, у нас же вот эти чакры, они у нас работают в дуальности. Мужчины и женщины – это полярные энергии. И у мужчины, на самом деле, третья чакра дающая. И действительно, вот на протяжении последнего тысячелетия, ну или там 100 лет, мужчине было легче. Почему? Потому что третья чакра – это она у него дающая. Мужчина деньги зарабатывал, дома строил, квартиры строил и прочее. А вот эта четвертая эра, она женщина тотально ответственная. И мы в четвертую эру без женщины не перейдем, если женщина не научится открывать сердце, любить, принимать. И вот когда я говорю про маму и папу, я говорю, что мама – любовь безусловная. И действительно, вот эту безусловную любовь может давать женщина. Идти в доверие, да, принимать боль, принимать любовь, учить этой любви. Это действительно женская ответственность. И сейчас та эра, где женщине действительно нужно взять ответственность за то, чтобы быть истинной истинной женщиной это правда но я думаю здесь весь процесс он будет зависеть от нас обоих то есть и мужчина и женщина ответственны и это с одной стороны означает личную ответственность каждого то есть все равно фундамент должен быть выстроен самостоятельно нельзя сейчас просто взять и шагнуть там в любовь не выстроить предыдущий уровень то все равно будет откат назад как мне кажется потому что ну допустим женщина пошла уже в любовь безусловно и женщинам то легко дается но если у женщин не допустим выстроена собственного фундамента уверенности в себе реализованности воплощенности то она получается все равно в какой-то момент начнет впадать в зависимость от отношений от мужчину особенно если мужчина все-таки более-менее уже самостоятельно устоявшийся способный брать ответственность да и там есть перекос что мужчина начинает как бы опекать женщину слишком сильно не давай может быть какой-то свободы женщина думает это любовь на самом деле потихонечку так ну как бы в клетку себя садят а потом начинают жаловать я просто из своего опыта говорю про клиенты которые ко мне потом приходят после таких отношений так а почему там так происходит с точки зрения расстановок да почему мужчина начинает опекать потому что он засовывает в женщину дочку условно ребенка почему ему комфортно потому что она никуда от него не денется потому что она попадает в зависимость А если она попадает в дочку, в ребёнка, тогда я её перестаю хотеть, я перестаю с ней развиваться, она становится маленькой, зависимой. У меня какой-то момент начинает от неё подташниться, потому что я понимаю, что она вообще не мой ребёнок. И тогда у нас либо развод, либо мы продолжаем жить с этим ребёнком, мы параллельно заводим другие отношения или прочее. Поэтому там возникает базовая травма в мужско-женских отношениях, кто-то родитель, а кто-то ребёнок, да, однозначно. И также мы часто меняемся ролями. И здесь, конечно, очень важно работать с ценностью себя, с принятием себя, с принятием своей ценностью, уникальностью. И нести ответственность, что каждый из нас в равной степени вносит в отношения одинаковое количество энергии, полярное. То, что привносит в отношения мужчина, никогда женщина привнести не может, если она тотально женская энергия. И наоборот, то, что вносит женщина, мужчина привнести не может. Это как раз-таки та самая история, когда 1 плюс 1 равно 11. И когда мы действительно с нашим партнёром, который любит, ценит, уважает себя и может любить, ценить, уважает своего партнёра, можем сделать 1 плюс 1 – 11. Да, это было бы идеально. Ну, я думаю, к этому всё равно все придут, желательно за одну жизнь, потому что сейчас для этого есть все условия. Замечательные спикеры, которые помогают там из своего какого-то прошлого опыта и воплощённость, которая сейчас присутствует. Мне кажется, каждый человек... Вот чем мне нравится сейчас, что есть огромный поток открытой информации, которая раньше просто была недоступна, и у людей происходит узнавание. То есть некоторые говорят, вот там развелось всяких коучей, тренеров, но на самом деле не надо слушать никого. Нужно слушать тот отклик, который у вас идёт, когда вы в контакте с каким-то «учителем» возьмём. То есть на самом деле просто так же, как Юля и как я, мы делимся каким-то своим опытом. В силу профессии у нас просто есть определённая, ну, наработанность, как правильно ещё сказать, насмотренность, да. То есть вряд ли здесь есть много людей, через которых прошли одновременно там тысячи и тысячи людей с разными историями. И у нас есть способность, ну, как бы синтезировать определённые простые уже решения. Вот как раз, ну, я в том числе для своей аудитории тебя представлю, да, Юля Хадарцева, кто не знает, это, ну, вот правильно тебе вручили, собственно. Расстановщик номер один у нас в России. Кто давно интересовался, хотел когда-то попасть на расстановки, будет шикарно, конечно, если вы успеете ещё к Юле попасть, пока у неё всё это стоит, не миллионы долларов. Своё, 1 декабря уже 100 тысяч консультаций. До 1 декабря ещё можно за 70 успеть. Успеваем, как я говорю. Я ещё успел за 25. Серьёзно? Ты очень давно был. Давно было, да, очень давно. Всё, благодарю тебя. Ну, что будем делать? Что будем обсуждать? Я так понял, есть вопросы, которые тебя задавали в... Ты знаешь, да, давай, может, мы на вопрос там прям поотвечаем, да? Давай. Давай вот прям, я даже не буду читать. Вопрос из истории. Кто портится настроение, хотя бы из него было всё окей. Почему негатив, эмоции берут вверх? Давай сначала ты, потом я. Давай. Вот у человека портится настроение, а то бывает, когда он без партнёра находится, а потом эмоции берут вверх или вниз, или непонятно что-то такое. Ну, я это называю определённой эмоциональной незрелостью. То есть у нас есть несколько этапов развития. Один из этапов необходимый. Мы говорим про взросление, да? Вот психологические взросления происходят не тогда, когда у вас паспорт там, или когда вы университет закончили. А один из этапов – это когда вы научились брать ответственность за свои эмоции. То есть теперь никто не виноват в том, что вы чувствуете себя хреново. И вы всегда анализируете. Так, я почему выбираю сейчас такое настроение? С чем я срезонировал? Какая программа внутри включилась? Ну, чтобы такой навык выработался, это требует определённой тренированности сознания. Гораздо проще и привычнее сказать. Так, я так себя хреново чувствую, потому что там любимый человек уехал куда-то, да? Или там он меня обидел. И вот пока вы так формулируете проблему, то есть вы запускаете процесс треугольника, для тех, кто в теме, да, треугольник Арпуна, знаменитый, тиран-жертва-спасатель, вы внутри себя запускаете его, и потом эти эмоции начинают зашкаливать, и ваш ресурс в какой-то момент кончается, происходит выгорание, переключение, ну и, собственно, потом требуется какая-то внешняя подпитка. И так люди живут годами вот на этом цикле. Ну, дом-два такой только вот в личной жизни каждого человека. Как из этого выбираться? Опять-таки, постепенно, то есть ответ постепенно. Возможно, не получится сразу, но первое, что надо сделать, всегда брать ответственность за свои эмоции. Я так себя чувствую, потому что я выбрал сейчас такую реакцию. Ну и дальше уже тренированность там каждый раз. Как бы себя вспоминать в этот момент, осознавать, что, блин, меня понесло, куда-то эмоции меня потащили. Нет, я хозяин своих эмоций, это я сейчас выбрал это испытывать. Ну, а дальше уже каждый раз вот эту петлю запускать осознанно. Такой вот у меня ответ. Ой, теперь я отвечу, можно? Я абсолютно здесь согласна, да, я всегда говорю, что взрослая позиция, это когда ты можешь взять тотально ответственность за себя, да, и когда ты понимаешь, что тебя разносит, ты четко должен понимать, что это твоя ответственность. И когда мы в ответственности, мы взрослые, и денег взрослым на яхты, а денег маленьким на мороженое. Но я здесь все-таки отвечу с женской точки зрения, да, и есть такая крутая штука, я ее в последнее время часто вспоминаю, пара может оставаться парой, когда мужчина может выдерживать ее эмоциональный фон, а женщине комфортно с его выполнением обязательств. Если вы недовольны, как ваш партнер выполняет обязательства, скорее всего, это не ваш партнер, и если мужчине тяжело выдерживать женские эмоции, скорее всего, это не ваша женщина. Почему? Потому что, Сереж, как ни крути, мы женщины, у нас, знаешь, настроение может меняться каждые 4 секунды. У нас действительно повышенный уровень этих женских гормонов, у нас там это ПМС, и мы действительно иногда можем прям не контролировать себя. У нас сегодня полнолуние, я вот сейчас сижу у меня в окно, это полнолуние. Знаешь, у меня сегодня какое настроение? Я сегодня сначала с утра тортик, потом кого-нибудь убить, понимаешь? Потом поорать, потом поплакать, потом потанцевать, потом повеселиться. И с женской стороны это действительно так. И мы действительно бываем частенько эмоциональны. И я вот здесь даже бы хотела, чтобы мы как женщины это принимали, любили в себе. У меня даже есть подкаст, знаешь, «Тортик любить» он называется. Это когда ПМС у женщины, лучше своего партнера предупредить, ближайшие 3 дня на море качка, ближайшие 3 дня полнолуние, поэтому поаккуратней. Поэтому я всё-таки, знаешь, с женской точки зрения за то, чтобы мы старались эти эмоции выплёскивать, ну, конечно, лучше не сковородкой по лицу своему мужу выплёскивать, а пойти там на тренировку сходить, пойти побегать, пойти попеть, пойти потанцевать, вот во что-то эмоциональное выгрузить. Но всё-таки женщине действительно, мне кажется, сложнее контролировать эмоции вот из-за наших гормональных сгодов я здесь говорю не про контроль, как про подавление. Потому что очень часто, когда говорят контроль, ставят равно подавление. Я как раз со всем, вот абсолютно с тобой согласен, контролировать эмоции означает вовремя их выплёскивать, признаваться, что у тебя зашкаливает, и в этот момент просто экологично проживать через практики, через то, что ты говоришь, через различные другие способы, без сковородок. Иногда даже если вы всё-таки выплёскивали не экологично на какого-то человека, стоит сказать ему, да, я тебя люблю, да, это мои эмоции пошли, я тебя всё равно люблю, конечно, я тебя хочу сейчас прибить, но всё равно тебя люблю, да, поэтому прости, пожалуйста. И вот эта способность разрешать себе эмоции, признаваться, что они есть, принимать их, чувствовать вообще даже удовольствие, представляешь, да, можно же испытывать кайф и удовольствие от того, что ты кого-то хочешь прибить. И при этом осознаешь это и проживаешь экологично, и все счастливы. И тут очень классное, ты сказала, правило, да, предупреждать своего мужчину, потому что нам, мужчинам, это вообще непонятно часто. То есть это ладно, я там более-менее ещё там, ну, знаю эту особенность, а мужчины всегда думают, ну всё, она с ума сошла. И говорят, ладно, ПМС, хорошо, ещё потерплю немножко. Но мужчинам не понять, что это не просто ПМС, а это, в принципе, часть жизни, внутренней, женско-эмоциональной жизни. Так я тебе говорю, представляешь, если вам не комфортно, представь, как нам с этим жить, понимаешь? Вообще не представляю. Я просто восхищаюсь. Я отхожу в сторонку и восхищаюсь. Да, да, поэтому, девочки мои любимые, прям принимайте, что у вас другой эмоциональный фон, и вы имеете право поплакать, да, мы там можем плакать, когда кино смотрим и прочее. Но если вас там разносят, лучше предупредите близких. Скажите, у меня сегодня не очень хорошее настроение, любимый. Я тебя очень люблю, но сегодня у меня ПМС, я могу быть неадекватной, у меня Луна в Венере, или Меркурий там в Ветрограде. И партнёры, он на самом деле очень понимает, когда вы действительно приходите не в истерике, что он там мусор вовремя, например, не вынес, или на три минуты задержался с работы, а просто потому, что вам надо поплакать, вам нужна причина. Да, согласна. Дальше смотрим вопросики. Любимый, пишите просто вопросы в директ, ой, не в директ, а в сторисах. Не получается справиться с ситуацией, когда муж приходит домой или просто дома вместе? Я не понимаю вопросов до конца. Не получается справиться с ситуацией, когда муж приходит домой или просто мы дома вместе? Ну, я так понимаю, человек мужа не выдерживает. Что делать, если муж... Продолжение предыдущего вопроса, по-моему. Да, да. Ну, вот представляешь, ты приходишь домой, а тебе жена говорит, я тебя просто ненавижу, я не могу справиться. Ходишь тут тапками шаркаешь, ходишь тут чавкаешь. Как у меня, знаешь, у меня однажды пришла клиентка на расстановку, она мне говорит, он вообще дышит. Я не знаю, что мне дышит. Вот что делать, Сережа? Ты приходишь домой, а жена, и понимаешь, что жена просто, вот просто, вот ты прям чувствуешь, что она прям вот не выдерживает тебя. Что делать в таких случаях? Ну, опять-таки, здесь зеркальная ситуация, то есть, если, ты сказал правильную вещь, да, что если вы не выдерживаете эмоциональный фронт партнера, возможно, ты не ваш партнер. Это, на самом деле, зеркально, это не только-только там мужчина или женщина, в обе стороны работает. И при этом, когда вы видите такую ситуацию, ну, я, мужчина, могу дать только простой совет, да, отойди от нее на безопасное расстояние, кинь в нее кошельком. Пусть женщина пойдет куда-нибудь там расслабить свой мозг. Мужчина, вы слышите? Какой хороший совет. Потому что женщине нужно выплеснуть эти эмоции. Мужчина, он, тем более, если женщина постоянно концентрирует свое внимание только на мужчине, у нее там дети, мужчина, дети, мужчина, все. Конечно, куда-то нужно какой-то клапан дополнительный создать себе. Куда можно выплеснуть. У меня, у меня, у меня, жена, там, периодически уезжает в спа. Вот даже сейчас я веду эфир, она у меня в спа сидит, там, классно кайфует со своими подружками. И это ее отдушина, да, где она может там спокойно выплеснуться, да, или сходить на какой-нибудь болючий массаж, где ее промнут, она там порет. И уже не надо орать там на меня, да, всем, да. Ну, у нас, правда, нет такого. Но, тем не менее, это как способ, да, когда вы чувствуете, что мужчина ваш, сука, дышит, да, вот уже вот до суда, да, дышит тепло, да. Это значит, что вы накопили, это не он такой сейчас раздражает тебя. Это означает, что ты копил это раздражение много месяцев и никуда не девала. Ну, и некогда, может, была работа, там, еще что-то. Даже некогда осознаться, что такая вот фигня накопилась. Поэтому, конечно, выплеск своих эмоций экологичный, это наше все. Да, и знаете, я тоже сюда добавлю, что когда мы перестаем выдерживать партнера, нужно посмотреть, что с нами, да. Понятно, что нужно идти сразу же в терапию, потому что регулярно вы делаете следующее. Вы там разводитесь, разрушаете отношения, но потом второй, третий раз, сто пятьсот раз женитесь, а там одна и та же история. Ну, вам вообще просто не нравится, как мужчины, в принципе, все дышат, да. Почему такое может происходить? Потому что там травмированные отношения с папой, потому что там в карме, в роду у вас были истории, где, может быть, вас мужчины убивали. Поэтому я бы здесь еще посмотрела в историю, почему вы не выдерживаете мужчин. И вот, а если с другой стороны, да, там мужчина дома, и жена приходит, она ему уже вот тут поднадоела. Я бы здесь все-таки, знаете, обратилась, есть такая прекрасная книга, это база вообще мужско-женских отношений, мужчины с Марса, женщины с Венеры. Здесь важно всегда помнить, что мужчине частенько нужно оставаться одному. Там есть такое правило растяжки, оттяжки, да. И важно мужчин иногда отпускать от себя подальше, давать им возможность побыть в одиночестве и самим, да. Поэтому я вот за то, чтобы все-таки было личное пространство у каждого. И если вы действительно понимаете, что ваш партнер немного громко дышит, ну поговорите с ним. И может быть, вы действительно там 3-4 дня уедете куда-нибудь пропутешествовать, оставите его одного наподумать, себя одного наподумать. Поэтому здесь так, скорее всего, нужен паре какой-то перерыв, чтобы вы немножко друг от друга отдохнули и вышли глобально из родовых каких-то кармических историй. Ну и обязательно в терапию, обязательно в терапию. Я вам постоянно говорю, что перед тем, как разводиться, перед тем, как разрушать отношения, обязательно пройти в терапию. Потому что не пройдя терапию, так или иначе, мы наступаем на те же самые грабли. И он, сука, опять дышит. Поменялось имя, поменялось тело. Ну, сука, дышит, тварь, так же. Так же, да. Да. И поэтому здесь вот нужно смотреть все-таки основу этой штуки, да. Так. Смотрим. Хороший вопрос, Сереж, для тебя, наверное. Какая идеальная женщина для мужчины? Скажи, какая женщина может быть идеальной для мужчины? Ну, здесь я не скажу ничего нового. Это, в первую очередь, сексуально. То есть, как ни крути, мужчина и женщина – это про секс. Если вы думаете, это сначала про духовность, про высокие материи, про соединение единства душ. Идите в жопу, дорогие мои. То есть, вы находитесь в очень серьезной... Идите в жопу в прямом смысле этого слова. Ну, потому что получается, что человек воспринимает себя как какое-то там духовное облачко, да, а не как свое тело. И возникают из-за этого дальше все проблемы. Поэтому сначала, как ни крути, мы воспринимаем друг друга в контексте сексуальности. И женщины тоже, это нормально. Но там уже как бы нанизывается все остальное. То есть, это как стержень, на который мы нанизываем все остальные важные ништяки в отношениях, да. То есть, из общей ценности, и общей цели, и видение мира одинаковое, да. И какие-то такие интересы, которые вы, ну, как бы с другими даже не поржешь об этом, а вот почему-то именно друг с другом вы понимаете вот эти какие-то ваши шуточки появляются. И это все будет тоже показателем, что женщина и мужчина подходят друг к другу. Это никогда не гарантирует, что отношения на всю жизнь, это тоже одна из иллюзий серьезных. То есть, вот, если я встретил идеальную женщину, то я все с ней на всю жизнь. Нет, это каждый день выбор. Я сегодня все еще с ней или уже нет, а она тоже меня выбрала или, может быть, уже давно не выбирает, а я этого не заметил. И это такой процесс, ну, как бы, вечного развития. Но все начинается с сексуальности. Ой, да я тоже отвечу на этот вопрос. Я, как вам скажу, мы действительно всегда пытаемся соответствовать ожиданиям мужчины, быть идеальной женщиной. И я опять с точки зрения расстановок отвечу, с точки зрения системного подхода. Идеальная женщина – это та, которая правильное место в системе занимает, которая не пытается быть мамкой для партнера, она не пытается его накормить, воспитать, вырастить, да. Почему? Потому что, когда мы хотим быть мамкой для партнера, мы делаем его маленьким, а у него там денег опять на мороженое. У нас там очень большая действительно выгода делать из нашего партнера маленького, потому что у нас контроль включается. Когда ты мой сыночек, я тебя могу во всем контролировать. Так вот, нет, здесь страшно отпустить контроль. И правильно ты говоришь, Сережа, для этого нужно очень четко быть в любви к себе и пониманию, что партнер может в любой момент уйти, его может в любой момент не стать. Это очень страшно. Но здесь важно. И опять же, не быть дочкой для партнера и не ожидать от него, что он будет заботиться, холить, лелеять, спасать и прочее. Поэтому идеальная женщина, пожалуй, та женщина, которая любит, ценит, уважает себя, которая понимает, что в любой момент, даже если партнер сегодня, завтра развернется и перестанет ее выбирать, с ней будет все в порядке. Поэтому вот глобально правильное место в системе, ценность, уважение к себе. Ну и, конечно же, так или иначе, мы в первую очередь сталкиваемся на инстинктивной природе. И я всегда говорю, правильное место, когда ты партнер-партнер, это оргазмы, это оргазмы от всего, что происходит, путешествия, оргазмы от развития, оргазмы от путешествия, оргазмы, 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 оргазмы. Это правильная позиция, поэтому действительно, да, мы начинаем с тела, да, потом все, что-то нанизывается, но так или иначе должно включать оргазм, да, пошли вместе кушать, мы оргазмируем, потому что еда вместе вкусная, полетели вместе в отпуск, мы оргазмируем, потому что закатник охеренно оргазмичный, да, поэтому вот правильные мужско-женские отношения, они просто окутаны такими словами, как наслаждение, удовольствие, оргазмичность. И там нет категорически слова должен или должна, как только появилось слово должен или должна, все, вы либо в мамке, либо в дочке, поэтому истинная женщина, это та, которая оргазмирует, кайфует, оргазмирует, наслаждается, оргазмирует, 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 вот, я тоже так отвечу, поэтому девочки мои, учителя, у тебя прекрасный сейчас был гипноз, сейчас я надеюсь, женщины пропитались пониманием, что, ну, а для этого, Сережа, для этого нам очень важно научиться быть реально самодостаточными, потому что, ну, к сожалению, то, что я вижу 90% женщин ищут в себе не мужчину, а папу, который вот они сейчас за него выйдут успешно замуж, он им купит Мерседес, он их там отвезет на Мальдивы, а это опять папа, и там нет оргазмов, там опять мы выбираем партнера, не потому что у нас, извините, либидо на него включилась, а мы выбираем партнера, потому что он нам даст это, вот это и вот это. Как только появляется в любви условность, все, как только вы выбираете его за это, за это, за это, за это, все, это не про идеальные отношения, это не про отношения, которые ведут в новый уровень сознания и любви, да? Согласен на 100%. Что, дальше смотрим вопрос? Да, дальше смотрим. Хороший тоже вопрос, смотри. Гражданский или официальный брак? Что ты думаешь по этому поводу? Это вопрос, который касается как раз предыдущей темы, то есть если люди начинают, ну то есть мужчины и женщины начинают выбирать друг друга под какую-то роль, допустим, там есть вот эта идея мама-ребенок, да, или папа-дочь, туда идеально вписывается современная система брака, да, то есть как способ человеку дать определенную внешнюю гарантию, что если мы друг с другом официально расписались, то это гарантирует якобы, что теперь мы вместе навсегда. И снимает как будто бы с нас ответственность за ежедневные выборы и работу над собой и вклад в отношения, то есть типа, ну мы же уже женаты, можно расслабиться. И вот когда люди понимают, что никакой штамп не спасет, а многие это понимают по собственному опыту, я сам, собственно, человек тоже разведенный, да, и, по-моему, у тебя тоже была такая история. То есть это как бы социальное отыгрывание определенной прошлой модели, которая, наверное, тоже необходима, чтобы люди поняли, что там никаких гарантий нет, что только вы сами строите свои отношения. И да, прикольно и классно, если вы выходите на следующий уровень, где вы опять зачем-то готовы там все это подписать государственным образом, да, там сходите в определенные органы, потому что это, ну, как бы выстраивает определенную иерархию на будущее. Но надо понимать, что это никогда не гарантирует ничего, это никак напрямую не связано с любовью, и это всего лишь, ну, на мой взгляд, скорее всего, это все-таки рудимент, который когда-то отвалится. Но он должен быть заменен на что-то более естественное, живое, что-то наполненное любовью, потому что, ну, как бы, альтернатива тоже не очень хорошая, это какая-то там все дозволенность, все со всеми, да, вот это, как в сериале «Дивный новый мир», может быть, смотрела. А что за сериал, да, как раз? Прекрасный сериал «Дивный новый мир» рекомендую. Там как раз показано то, к чему идет наше общество, в конечном итоге лет через 50, через... Мы записываем все дивные моменты. Полиамория, да, называется, полиамория. Когда все со всеми, никаких правил, нельзя выстраивать дуальные отношения, мы только с тобой, и все, то есть, ну, типа, это эгоистично, это неправильно, все принадлежат всем, ну, такая, короче, коммунизм победил у них там, понимаешь? То есть, это альтернатива, которая сейчас тоже в человечестве идет, она тоже не функциональна в долгосрочном периоде, потому что все-таки, если мы говорим про рождение детей, то есть, если вы планируете рождение детей, скорее всего, обязательно нужно выстраивать какую-то структуру, подкрепленную там вот этими эгрегорами государственными, которые вас будут подпитывать и дадут, может быть, какой-то импульс первичный. Но из-за того, что очень до сих пор у женщин, ну, как бы, слишком сильная зависимость от этого, то есть, кажется, что это ключ к счастью, то есть, ну, вот, как прописана программа, и я как будто, если этот гештальт не закрыл, да, ну, типа, дальше мне нельзя, я не могу быть счастливым, да. На самом деле, конечно же, это иллюзия, те, кто уже прошли это, прекрасно это понимают. И, наконец-то, могут быть свободными, выстраивать отношения, жениться тогда, когда действительно хочется, а не когда надо, или когда пора. Давай я со своей стороны отвечу, но я все равно системный расстановщик, да, и я продолжаю работать в системном поле, я всегда говорю, что отношения попадают в систему, когда есть, а, официальный брак, и, б, когда есть дети, да, и тогда этот человек попадает в твою систему. И здесь важно понимать, готов ли ты впустить в свою систему партнера, и здесь, опять же, главное в это идти не с гарантий, потому что гарантий глобально так и иначе никаких нет. Главное, когда вы идете с внутренней уверенностью, любовью к себе и понимаете, готовы вы впустить этого человека в свою систему навсегда. Потому что каждый человек, который был с вами в официальном браке, или с которым у вас есть рожденный или нерожденный ребенок, он навсегда остается в вашей системе. И когда вы рисуете свое дерево родовое, этот человек остается там. И здесь вот очень важна ответственность. Поэтому глобально, если вы действительно решили вступить в здоровые, гармоничные, счастливые отношения в рамках той страны, в которой вы живёте, потому что важно уважать те правила и той цивилизации, в которой мы живём, всё-таки я за официальные отношения, потому что, ну так или иначе, понятно, что через 100 лет, когда наши дети, может быть, уже будут жить на Луне, там этого всего не будет. Но так или иначе, это здесь про принятие законов Российской Федерации, если мы говорим про Российскую Федерацию или какую-то другую. Я всё-таки здесь за то, чтобы, ну уж по-честному, здесь вот в это идти. И если вы спрашиваете официально или неофициально, если вы живёте в Российской Федерации, например, у нас по закону принято, что вы там принимаете решение в официальном браке, это важно делать. Не с точки зрения привязать к себе партнёра, потому что так или иначе он в систему попадает к вам. Это всё-таки с точки зрения уважения к Высшему Грегору, по крайней мере, в это время. Я с тобой согласна, что может быть там через 100, 200, 300 лет это вообще уйдёт совсем в никуда. Но пока мы живём в таком правиле, в таком законе, как налоги платить. Сказали расписываться, значит расписываться. Это вот такая вот история, где я всё-таки за это. Но завтра у нас наш эфир с Пашей Андреевым, с астрологом. А я с Пашей Андреевым консультируюсь, он мне говорит всё время, тебе вообще нельзя вступать в официальный брак. Ты человек, которому нельзя. Он говорит, если ты почувствуешь, что тебя опять замкнули, вот в эту вот, на цепочку посадили, ты, блин, сразу начнёшь оттуда валить. Поэтому я, говорит, тебе очень рекомендую пожить там 2-3-4 года сначала в гражданском браке, потому что иногда и для женщины в том числе этот официальный брак становится какой-то клеткой. Поэтому здесь глобально, конечно, смотрите за своим внутренним состоянием. Но вот с точки зрения системных расстановок, всё-таки мы должны уважать систему. Это точно так же, как, знаешь, заплатить за парковку, когда ты припарковался. Есть правило, нужно его как бы соблюдать, да, правило высшего порядка. Я вот всё-таки здесь так к этому отношусь. Вот. Класс, класс. Всё, дальше смотрим. Потому что много вопросов тут. Так. О, хороший вопрос. Серёж, давай ты. Почему иногда хочется изменить мужу? Я подавляю эти желания. Здесь мне нравится то, как на измены смотрит Александр Полиенко. У него очень чётко, ну, как бы, понимание, что всё, все вопросы связаны с энергией. И если, допустим, у женщины есть энергия, которую она хочет передать мужчине, но у мужчины не хватает на этой ёмкости, допустим, мужчина боязливый, мало амбиций, не хочет развиваться, у него страхи какие-то, да. А женщина рядом с ним, ну, так получилось, что она очень сексуальная, она очень активная, она хочет, там, на Мальдивы она хочет много чего, но он не может принять её сексуальную энергию, её желание. И тогда ей хочется куда-то это слить. То есть это один из вариантов. Понятное дело, что там, на самом деле, есть второе дно, про которое ты отлично знаешь, да, почему на самом деле всё эти, как говорил Хевенгер, да, там, когда в постели лежат двое, там, на самом деле, не двое, там, как минимум, 60 человек. То есть вот эти все тонкие связи, которые включаются в какой-то момент жизни, и Паша Андреев завтра тоже, я думаю, расскажет про это, как там подошёл Сатурн к своему дому. К Венере! Да, и понесло, понесло, и без ребра называется, да. Раком. Поэтому, моё мнение здесь совпадает с Сашином, да, то есть женщины чаще всего изменяют, когда, ну, понятно, оба изменяют, когда неудовлетворены какие-то потребности, и, с одной стороны, мужчина изменяет, когда ему нужна энергетика женская, он её недополучает, и он её где-то догоняет. А женщина изменяет, когда ей хочется передать эту энергию, а мужчина не может её принять. И тогда она ищет, куда ещё её пристроить. Это один из, только одна из причин. Причин, на самом деле, множество. Да, давай-ка я по другим причинам пройдусь. Я вообще, на самом деле, за то, что если мы уже выбрали партнёра, нам, конечно, лучше трансформироваться вместе с этим партнёром. И первая история, почему вам изменяют или вы почему изменяете, это история про то, когда я ищу идеальный треугольник. Идеальный треугольник для нас идёт с самого детства. Мы всегда ищем отношения мама-папа-я. И когда мы, например, хотим изменить мужа, что мы хотим создать? Мы хотим создать идеальную маму, идеального папу, идеального ребёнка. Здесь важно в это смотреть. Вторая история, почему я хочу изменить мужу. Да просто потому, что муж мне папа. А с папой я трахаться, извините, не хочу. И муж мне закрывает потребность папы. Почему? Потому что у меня папа не простроен. Я просто, знаешь, как... Серёж, я люблю, чтобы вы сами ответственность на себя брали. Девушка говорит, я хочу изменить мужу. И такая, да, потому что у меня до хера энергии, я пойду потрахаюсь с кем-то ещё, потому что мой муж, блин, дизастер. Я вот, знаешь, за то, чтобы мы всё-таки ответственность на себя взяли. А может быть, у тебя муж-то нормальный, просто ты в него папку влепила, ждёшь от него, что он будет хорошим папой. Да, почему ты в него папку влепила? Потому что своего папочку не простроила. И тогда легче всего сказать, а пойду я там занимаюсь сексом с другим. Ты можешь, конечно, с другим позаниматься сексом. С этим разведёшься, от того папку влепишь, и послезавтра опять такая же история случится. Поэтому, опять же, первое, я бы как бы посмотрела на историю простроенных отношений мамы с папой. Прям вот реально посмотрела. И когда я всегда говорю, идите в отношения с партнёром, вот я иду там, например, на свидание к мужчине. Я должна чётко чувствовать, что за моим правым плечом стоит папа. И тогда я не буду в этого партнёра вкладывать папу. И когда я выйду замуж, я не буду вкладывать в этого партнёра папу. И тогда у меня будет, в принципе, здоровый гармоничный секс. Потому что я люблю, это моё любимое выражение, мандаринки с апельсинками не спят. Мне притягиваются люди, знаешь, там, два яблока с грушей, вместе не будут заниматься любовью. А если вы мандаринка и мандаринка, то, скорее всего, там опять какое-то нарушение иерархии. Поэтому, глобально, дорогие мои, возьмите ответственность. Посмотрите, почему вы не хотите собственного мужа. Почему так случилось, что как бы у вас там не стоит либидо, не включается на собственного мужа. Скорее всего, он вам либо сыночек, либо папа. Потому что, что с сыном я трахаться не хочу, здесь нет изображения. Что с папой особо трахаться не хочу. Занимайте правильное место системы. Здесь реально оцениваете, что там с его либидом и прочим. Реально оцениваете его энергетику. И если здесь вы реально понимаете, как Серёжа правильно говорит, что у вас разные энергетические заряды. Здесь вы понимаете, что он всё-таки там яблоко, а вы ананас. Тогда вы здесь всё-таки уходите и меняете на ананас. Но перед тем, как уйти и пойти изменить, всё-таки реально ответьте себе. Не играете ли вы другие роли в этих отношениях? Скорее вот так. Ага. Супер дополнение, абсолютно точно. Что так оно и работает в 90% случаев. Это просто замещение ролей. В какой-то момент стали либо ему мамочкой, и мама не хочет сыночкой. Либо стали дочкой, и дочка не хочет папой. Всё сходится. Вот хороший вопрос. По какой причине мужчина не защищает женщину? По какой причине он не защищает её? Ну, опять-таки, вопрос в том, что если женщина ожидает, что он должен защищать, она его изначально выбирает, опять-таки, как защитника. И если мы посмотрим чуть дальше, чем просто, что он мудак, мы, конечно, можем сказать, что это за мудак, он не мужик, он значит. И пошли там вот эти все. Но если мы посмотрим дальше, зачем выбирать такого мужчину, который не может защитить или не хочет. То есть, что ты там отыгрываешь? Роль жертвы? Или ты хочешь, чтобы потом его обвинить, что он должен был, но он не захотел? И вот эта тема обычно про долженствование. Как только вы начинаете мужчину ставить в позицию должен, мужчина из принципа перестаёт хотеть что-то для вас делать. Даже такие важные базовые вещи, как защита. Всё? Всё. Я вообще согласна. Любимые, знаете, вот я вам так скажу, в 99% случаях вы просто придираетесь к вашему партнёру. Почему у нас это происходит? Потому что миллиарды веков развитие в мире происходило через войну. Любые истории, взять любую историю, для того, чтобы получить развитие, нужно было там воевать. Гитлер нападает на мир. Для чего? Для того, чтобы получалось развитие. Для нас, к сожалению, в мужско-женских отношениях прописана тема войны, и мы бессознательно всё время пытаемся найти какую-нибудь хель, чтобы из-за чего-нибудь поругаться. Я вам скажу так. С генетической точки зрения мужчина в принципе так устроен, он защищает, он строит пещеру, защищает свою пещеру, защищает свою женщину. И когда он действительно в мужской энергии, вы ему позволяете быть в этой частейшей мужской энергии, поверьте, он за вас, за вашу семью, за ваших детей, за ваш дом перегрызёт всем глотку. Но когда вы с него это не требуете, а когда он, блин, и так с работы пришёл уставший, он и так, блин, защищал, не зарабатывал, а вы ещё начинаете, он не успел на порог заступиться, ты там меня не защищаешь. А чего? Комар не на лоб сел, он не заступился за комара. Ну, давайте так, мы же тоже с вами женщины, не инвалиды, мы с вами целостные, ценные, и мы можем тоже где-то за себя постоять. Знаете, читайте книгу «Бегу сейчас с волками». Женщина ещё та волчится, и она, знаете, за семью может постоять, что круче, чем мужчина. Поэтому, а, берём ответственность, что глобально защита иногда нужна для того, чтобы поконфликтовать с мужчиной, потому что мы так привыкли, что без конфликтов жить не можем. Б, принимаем, что он нас защищать особо не должен, потому что он глобально не наш папа. С, истинно мужчина, когда только в мужской энергии, он действительно может защищать. Для того, чтобы ваш партнер был в истинно мужской энергии, вы должны быть в истинно женской энергии. А истинно женская энергия, это не та, которая ему выпиливает мозг утром, вечером и ночью, понимаете? Если вы выпиливаете мозг, то это же точно вы не женская энергия. Вот, я вот так вот скорее отвечу. Поэтому прекращайте пилить мужчине мозг, расслабляйтесь, становитесь влажными, мокрыми, наслаждающимися. Запускайте свою женскую энергию. И поверьте, ваш мужчина никогда в жизни вас никому в обиду не даст и порвет за вас всех, кого угодно. Если вы такая, а он все равно вас не хочет защищать, то, как говорится, бегите, спасайте. Потому что, ну, вы имеете дело, скорее всего, пока что еще с несформированным мужчиной. У него еще не сформировались базовые мужские функции. Он еще, может, в роли ребенка находится. Ну, в общем, вы поняли. Хороший вопрос, смотри. Общаюсь с двумя мужчинами одновременно, они разные. Как выбрать из них одного? Хороший вопрос, Сереж. Ну-ка, как так вот? Один умный, другой красивый, красивый, богатый. Да, вот так и делай. Ты знаешь, я вчера была на этой премии, Сереж, я не знаю, у меня тут какая-то ведьма женская энергия. Они все ко мне подходят, и я просто не знаю, кого выбрать. Я реально не понимаю. Вот как выбирать, когда у тебя много-много партнеров, ну, там, ухажеров? Смотря в какой стадии ты находишься. Если ты как раз сейчас в стадии выбора, я это называю кастинг. То есть ты буквально делаешь кастинг. Если тебе сейчас, ты свободная женщина, тебе как бы все карты в руки, ты можешь выбирать, ты можешь быть привередливой, избирательной, ты можешь смотреть на каждого мужчину достаточно внимательно по всем уровням и при этом никому ничего не обещать. То есть этот процесс выбора, это очень важный этап перед тем, как вы вступаете в отношениях. Потому что очень часто вы не дали себе выбора, не дали себе возможности посомневаться. Этот классный, и этот классный, и этот, да, господи, кого выбор. Да может вообще не они, да. Может быть просто побыть в состоянии принятия внимания от мужчин, чтобы отогреть себя, может быть, от прошлых отношений токсичных. И наконец-то почувствовать себя женщиной. Поэтому не надо торопиться куда-то выбирать. Дайте себе возможности посомневаться и, может быть, сказать себе, может быть, никто из них. Такое тоже бывает. Либо кто-то проявится, дайте мужчинам также возможность проявиться. Потому что женщина думает, я выбираю вообще там, вот они все классные. Но ведь, ну, некоторые мужчины проявляются реально, а некоторым ты дала фору. Ну, то есть он еще реально ничего для тебя не сделал, а ты уже в него влюбилась. На каком-то таком основании непонятно. Ну, какие-то там самскары сработали, да, нос у него такой же, как у бабушки или как у дедушки. И, по сути дела, когда вы делаете кастинг, вы абсолютно без всякого зазрения совести. Ходите на свидание за один день с тремя-четырьмя мужчинами. Да, не надо с ними там спать, заниматься сексом желательно, да, чтобы был какой-то порядок в процессе. Но когда вы определитесь, вот этот момент ни с чем не спутаешь, скорее всего, вы узнаете своего человека. Если вы при этом не привязываетесь, если вы не думаете, что это надо выбрать прямо сейчас срочно один раз и на всю жизнь, то есть снимаете себе вот эту ответственность за гиперважный выбор всей своей жизни, спокойно относитесь к этому, как к процессу естественному, да, в жизни. Выбор – это вообще ежедневный процесс, хотя он и является иллюзорным достаточно. И все, в этот момент вы выбрали своего человека. Дальше начинается только следующий этап. То есть вы еще не вступаете там совсем в отношения, да, в ЗАГС не бежите, вы просто пробуйте друг друга на вкус, а там тоже могут скрыться разные нюансы. Поэтому вообще не парьтесь, что радуйтесь, когда у вас есть выбор. Супер же. Ну и тут есть вторая еще тема. Это когда вы, допустим, постоянно попадаете в такую ситуацию, что вы опять не можете выбрать и все классно. Вот у меня недавно была, извини, что тебе слово не даю, я знаю, что у тебя сейчас... Нет, говори вообще, мне сейчас уже... Одна из таких консультаций недавно была, что, говорит, оба бандиты. Один классный, сильный, мощный, такой надежный. Второй, говорит, такой романтичный, я с ним расслабленная, я с ним воздушная, сексуальная, легкая. И вот типа не могу никого выбрать, говорит. Я говорю, ну подожди, как ты думаешь, возможно ли такое, что ни один из них не подходит на самом деле? И они являются всего лишь отражением твоего процесса внутренней расщепухи. То есть когда у женщины не дружит разум и душа, возникает такая внешняя ситуация, что один мужчина отвечает за разум, он такой надежный, за будущее, за детей, а второй отвечает за сердце, он такой классный, сексуальный, романтичный, на гитарке играет. И вот как их поженить между собой? Никак. Потому что на самом деле не в них проблемы, а в том, что у тебя внутри две вот эти части не срослись воедино. И когда внутренний процесс трансформации происходит, как-то и внешне все решается. Кто-то из них либо начинает больше ответственности на себя брать, либо наоборот становится более эмоционально разокрепощенным. Либо они отваливаются, происходит какая-то третья встреча, которая уже отражает вашу целостность. Да. Давай я тоже отвечу, знаешь, на этот вопрос. У нас вообще у женщин есть такая базовая травма с точки зрения родовых, кармических историй, когда мужчин действительно не хватало. И что сейчас происходит? Сейчас у нас одинаковое количество мужчин и женщин на планете. И мы, к сожалению, живя под тем старым программом, мы берем первого попавшего. Если знаешь, что вам такое? Вот первого попавшего, сразу надо жениться и сразу выбрать. Так вот, Сережа, правильно говоришь, если говорить опять с точки зрения физиологии, биологии, как я люблю объяснять на расстановках, смотрите, вспоминайте, у нас яйцеклетка, женская энергия, к ней бегут тысячи сперматозоидов. И по сути она берет одного и выбирает. Если даже в природе посмотреть, да, там у нас вот собачки там в парке, за ней там бегают, там много-много, она берет, выбирает одного. Ну, грубо говоря, да, если просто с инстинктивной природы, с точки зрения просто генетики смотреть. Поэтому это нормально, когда у женщины есть несколько партнеров, с которыми, через которых она выбирает. Поэтому здесь принимайте, признавайте. Я на самом деле против тоже там, ты тоже сказал, что мне надо сексом сразу заниматься, я тоже то, чтобы мы сексом сразу не занимались. Я регулярно об этом говорю, потому что генетика человека остается внутри вас. Но важно смотреть и выбирать, и чувствовать, опять же, инстинктивной природы через сексуальную энергию, чувствовать свои сердечные чакры. И есть еще, да, одно состояние, где я четко понимаю, какие у меня цели и ценности в жизни. И тогда вот из этих трех вещей, что там с инстинктивной природой, что там с сердечной чакрой, что с своими целями и ценностями. Ну, например, если я там не пью, не курю, регулярно развиваюсь, да, там регулярно бегаю, делаю медитацию, а тут приходит мужчина, который там водочку, водочка там через раз, и ложится спать, знаете, в 5 утра, ну, скорее всего, у нас разные цели и ценности, да, скорее всего, мы там не сойдемся. И здесь очень важно вот прям подходить из всех вот этих своих составляющих к этому партнеру и смотреть на него и так выбирать. И глобально это нормально, когда у женщины какой-то период несколько партнеров, несколько, ты даже их партнерами не назовешь, несколько ухажеров. Это и генетически правильно, и физически правильно, и в принципе правильно, и, скорее всего, эта женщина немного проработанная, потому что, если мы не проработанные, мы залипаем на одном мужчине, нам надо срочно выйти за него замуж. Почему? Потому что маме не хватало мужчин, бабушке не хватало мужчин, нам хоть какого-нибудь, хоть алкоголика, так отмыть и взять себе. Поэтому слушайте здесь себя внутренне, не торопитесь, не торопитесь выходить замуж, смотрите, присматривайтесь, будьте честными с собой и выбирайте партнера по единым целям и ценностям и инстинктивной природой. Вот так вот. Супер. Так, что дальше смотрим? У нас есть все вопросы? Да, у нас очень много вопросов. У нас сейчас живой, и у меня почему-то чат остановился. Если вы там живы-здоровы... Нет, у меня живой чат, но я просто обещала, что в первую очередь мы смотрим вопросы из... Я просто в сторис сделала опрос, там больше 100 запросов у нас. Давай еще какой-нибудь интересный вопрос. Вот хороший вопрос для тебя. Ты, наверное, ответишь, я даже, наверное, не смогу на него ответить. Как мужчина понимает, что это его женщина? Ну, опять-таки, вот эта идея его женщина, здесь первое всегда, это сексуальный импульс, то есть, ну, три уровня любви, да? Телесный уровень любви, отклик идет, я ее хочу, она для меня сексуально привлекательная, сердечный отклик, человек душевный, человек совпадающий со мной, по каким-то глубинным вещам. Как мне понравилась фраза, не помню, какого психолога, если вы можете смеяться над одним и тем же, значит, скорее всего, у вас и какие-то глобальные глубинные ценности тоже совпадают. И точно так же и в сексе. Если вы друг с другом оргазмируете, возможно, и какие-то глубинные ценности у вас совпадают, вы даже можете об этом не знать. То есть, любовь тела, любовь души и любовь разума. Я вижу, что у нее такие же ценности и цели, как у меня, мы совпадаем по мировоззрению и с нам вместе хорошо и кайфово. То есть, вот эти параметры, они показывают, что, скорее всего, человек твой. И я в этом смысле достаточно такой уже как это, тертый калач. Я никогда не ассоциирую свое счастье с внешними источниками и в том числе с отношениями. То есть, для меня отношения – это усилитель счастья внутреннего, это способ продолжения моего развития, продолжения себя. И мне в этом смысле, ну, как бы, да, мой человек – классно. Если вот я выбрал и меня тоже выбрали. Вот это вторая часть не менее важна. То есть, взаимность в любви, она должна быть. Если взаимности нет, ну, я хоть завыбираюсь, это получается какая-то системная ошибка. То есть, человек, который попадает в ситуацию, ну, вот я себя вспоминаю в подростковом периоде, да, я влюбляюсь в девушку, я ей не интересен. Это, наверное, еще с тех времен, да, мне начала тема в отношении интересовать, да, такая специальная травма, которая помогает стать психовым. И вот, когда ты понимаешь, что тебя не выбирает, а ты выбираешь, как бы, в одни ворота, это тоже неправильно, да, то есть, это какая-то тема недолюбленности себя, нецелостности, которая отражается вне взаимной любви. Поэтому здесь все просто. Сначала вы выбираете себя, то есть, я выбираю себя, я люблю себя, я сам являюсь центром своего счастья. Дальше я выбираю, исходя из моих вот этих критериев. Отклик на уровне тела, на уровне души, на уровне разума. Все совпало? Замечательно. И самое главное, третье, ну, оно же не главное, оно просто такое же важно. И меня точно так же выбрали. Такая же целостная женщина, любящая себя, которая знает себе цену, которая сексуальна, и у нее так же срезонировала на все три уровня со мной. Тогда уже будем тестировать дальше, потому что есть еще такой уровень, как бытовая совместимость, пожить вместе и понять, что оказывается, да, мы очень друг друга любим, но, сколько кружку ты не помыл и все, бесишь меня уже. Всплывают какие-то интересные приколы. Знаешь, у меня сейчас просто тоже там отношения, и как я поняла, что это мой мужчина, просто из бытовой истории. Я ему говорю, а что тебе приготовить? Он такой, Юль, пожалуйста, у нас куча поваров, мы вообще не будем готовить, не надо тратить, мы с тобой настолько заняты, что не надо тратить на это время, да, уборка, готовка, это не наша тема. Я, короче, поняла, что все, я готова отдать этому человеку сердце, если я про бытовой уровень, понимаешь, это опять, когда цели и ценности людей совпадают, да, когда у нас календари расписаны, и я понимаю, что этот партнер не будет от меня требовать борщ, знаешь, там, в 8 вечера, и посидеть, и послушать его с этими булочками. Это может быть, случиться, но это не будет являться обязалкой, и у него нет таких ожиданий. И вот здесь я бы, ну, как бы, вот ты просто про бытовой уровень заговорил, и здесь прям реально вот эта тема важна, цели и ценности, когда мы на одних скоростях движемся, когда у нас там календарь приблизительно одинаково расписан, и мы в рамках этого можем вместе что-то создавать и творить. Вот так вот тоже добавлю, много говорить не буду, потому что... это классный показатель, что еще важный момент, то, что тебя бы бесило обычно в отношениях, в бытовом уровне, почему-то с этим человеком тебя не бесит. И вот это тоже интересный показатель, что ты почему-то принимаешь на каком-то супер глубинном уровне его недостатки, которые в другом ты вообще не могла позволить себе. А тут ты такая, блин, ну прикольный такой мой. Да, да. Что-то там не делал, сделал или не сделал в бытовом уровне, а тебе нормально. Это тоже интересно. Я все-таки еще к тему секса добавлю, все равно сюда еще, конечно, оргазмичность, оргазмичность, оргазм, оргазмичность, оргазмировать, оргазмичность, оргазмировать оргазм. говорить, здесь, конечно, тоже ответственная женщина очень большая, потому что оргазмичность она очень сильно зависит от женщины. Очень сильно, поэтому я очень девочкам рекомендую работать с темой секса, прям прорабатывать ее, потому что у нас действительно много травм, много блоков на теме секса, и это иной раз действительно портит отношения. Давай дальше. Не иметь ожидания от него, но если четверо детей, кто ответственен финансово? Ну-ка. Сложный вопрос, Сереж. Что скажешь? Вопрос на самом деле несложный, потому что если женщина выбрала, вот я сейчас скажу вещь непопулярную, но правдивую, по сути дела, вы выбрали родить четверых, неважно от одного или от нескольких, значит, вы, как женщина, почему-то приняли такое глубинное решение, что вы за них готовы взять ответственность, в том числе финансовую. Да, это неприятно, но по факту так и происходит. То есть, если ваш муж умер, и все предыдущие мужья умерли и не платят алименты, есть ли у вас готовность взять на себя финансовую роль и есть ли у вас навыки, способности эту роль вести? Очень часто бывает, что нет, и для женщины, оказывается, от деторождения, да еще в таком количестве, это способ привязать к себе мужчину на 100%, чтобы он был тем самым источником, то есть она как пятый ребенок, да, она себя окружила детьми, чтобы среди них, как бы затеряться в этом детском саду и сказать, я тоже хочу, чтобы за меня несли ответственность какие-то большие старшие люди, которые умеют денежку зарабатывать, а я не умею, да. И это большая проблема для, даже если один ребенок, на самом деле, часто женщины одним ребенком это делают. Поэтому здесь, конечно, в идеале правило простое. Два целостных человека, способных самостоятельно выжить в современном обществе без помощи друг друга, выбрали быть вместе, и так много у них любви друг к другу и к себе, что им хочется эту любовь поместить еще в третьего, человечка, да, и родить ребенка, за которого они, конечно, оба несут 100% ответственность, и финансовому, и так далее. И да, идеально, когда мужчина сам выбирает вести полную 100% финансовую ответственность за жену, за детей, и даже за бывшую жену, и за бывших детей, которых никогда не бывает, всегда они свои, собственные. То есть, это уже вопрос как бы личной внутренней этики мужчины. Конечно, тут вопрос тогда, какого мужчину вы выбираете? Не такого, которому надо доказывать, что ты должен нас обеспечить, ну, в смысле, он должен это сам знать. Если ему приходится доказывать, что он должен нести финансовую ответственность, то что-то здесь не так на этапе выбора было. Зачем такого мужчину выбирать? то есть, это очень опасно от таких мужчин детей рожать в целом-то, потому что и вы тоже, может быть, не суперздоровые, можете в какой-то момент оказаться, и вам понадобится помощь. А рядом человек, который говорит, иди работай. В смысле? Ну, как бы, я захочу, я пойду работать. Ну, то есть, вот этот баланс должен быть ответственности личной. Слушай, ну, я не знаю, что скажу, что реально мы очень часто пытаемся переложить ответственность. Муж херовый бросил меня с четырьмя детьми. Я раз за разом буду повторять, берите на себя ответственность. И первый вопрос, который вы должны себе задать, в чем моя выгода, что я создала такие условия, когда у меня четверо детей, и муж меня бросил. А я вам расскажу, в чем выгода. Наша выгода в том, ну, вот в конкретном контексте, что я сижу в жертве, всем сколько рассказываю, даже на эфире, что мой муж-козел бросил меня с четырьмя детьми. Я попала в треугольник Артмана, я здесь тотально жертвой. И тогда я прихожу на эфир, в том числе, и жжу чужую энергию, просто вампирю, потому что липая позиция жертвы, это тотальный вампиризм. И я вам больше скажу, любимые мои, дорогие, даже с четырьмя детьми сейчас можно зарабатывать безумные деньги. Посмотрите на блогеров, у которых четверо, трое детей, которые могут зарабатывать огромные деньги. А просто ходить и ныть, о том, что у тебя муж-козел, который тебя бросил, это тотально жертвенная позиция. А из тотально жертвенной позиции выход единственный, либо сдохнуть, либо продолжать вампирить других людей, рассказывать, какой муж твой козел. Поэтому выход следующий, вы говорите, нахер я тебе создала такую историю, признаете, что вы просто хотели побыть в жертве и повампирить мужа. Говорите своему бывшему мужу, дорогой мой муж, я тебе так благодарна, ты самый охеренный, потому что у меня есть невероятные четверо детей. Я тебя благодарю за то, что ты вообще пришел в мое пространство и подарил мне такой бесконечный подарок. Тогда вы начинаете любить своего ребенка, потому что, как правило, вы этих детей ненавидите. Знаете почему? Потому что в глазах ваших детей находятся глаза вашего мужа, которого вы типа ненавидите. Да, когда вы меняете отношение к бывшему мужу, начинаете его любить и благодарить, поздравлять с днем отца. Вчера можно было ему отправить сообщение, вот сейчас прям возьмите бывшим мужьям, отправьте сообщение. Спасибо тебе за сына и спасибо тебе за дочку, я тебя очень люблю. Муж там на другом проводе охереет и наконец-таки начнет с вами нормально контактировать, может даже платить алименты. Это, например, да? И тогда у вас поменяется ваше внутреннее состояние. Вы, наконец-таки, вылезете из этой гребаной жертвы, начнете что-то делать и не поверите, начнете вести блог «Я многодетная мать» и зарабатывать на нем 100 тысяч, 200 тысяч, миллион тысяч. Но для этого нужно принять решение перестать торчать в жертве. Понимаете? А это сложно сделать. Это я люблю, знаешь, эту притчу, когда бабка и дед сидит, а рядом с ним лежит собака и воет, и воет, и воет. К ним подходят, гладят. И она воет один день, два, неделю. К ним подходят люди, говорят, что у вас собака воет? Она говорит, да, она на гвозде лежит. Говорят, а что она на гвозде лежит? А ей так по кайфу. Они ее снимают с гвоздя, ей нормально. Она ложится опять на гвоздь и воет. Почему? Потому что внимание привлекает. Это базовая энергия жертвы. И поверьте мне, хоть 10 детей. Мы живем в такое время, когда, имея 10 детей, можно зарабатывать охрененное количество денег. Вон блог в Инстаграме заведите и рассказывайте про своих 10 детей. Но нам там невыгодно, потому что у нас выйти не получится, потому что мы должны взять ответственность, полюбить своего мужа, поблагодарить его за тех детей, которых он вам в том числе подарил. И поверьте, баланс, опять же, с точки зрения расстановок, балансы всегда восстанавливаются. Балансы всегда восстанавливаются. Если ваш муж вам не доплачивает элементы, если вы в нормальной взрослой позиции, поверьте, вам эти деньги будут приходить из вселенной, из мира и прочего. Но для этого реально нужно взять ответственность. Поэтому, а, берем ответственность, спрашиваем себя, нахера я это создала, выходим из жертвенной позиции, заводим свой блог, как минимум, и становимся миллионерами, миллиардерами. И утираем большему мужу нос, и он приходит и говорит, охереть, какая у меня бывшая жена, выходи за меня второй раз дам. Вот так. Тоже прикольный способ самомотивации, да? Да, 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 да. Да. Ой, ну вот еще хороший вопрос. Вопросов очень много, Сережа, уже почти час эфира, но вопросов еще очень много. Как воспринимает мужчина, женщина с двумя детьми для отношений? Спасибо. А у тебя вторая жена, она с ребенком была или нет? Нет. Нет. Ну вот гипотетически, вот я, например, сейчас девушка, она выдавит с одним ребенком десятилетним. Как вот ты, например, там выходишь, там ищешь себе партнера, и приходит, например, женщина, там, с двумя детьми, с ребенком. Как мужчина воспринимает человека с ребенком? Вот хороший вопрос на самом деле. Здесь, наверное, есть два аспекта. Первый аспект, это принципиально мужская позиция. То есть, допустим, мужчина, ну так прописано в его карте реальности, что женщина с ребенком, я не готов за нее взять ответственность. То есть, он может играть и делать вид, что я готов, да, это мне интересно, но вот ребенка куда-нибудь там пристроить к бывшему мужу, и тогда будем строить отношения. Никогда не ведитесь на такую манипуляцию, потому что вы пытаетесь, ну, вас ставят заранее в неправильный выбор. То есть, нельзя выбирать между новым мужчиной и своим ребенком. Ну, вы это сами прекрасно, я думаю, чувствуете. Ну, то есть, это первый момент. Другой момент, как вы сами относитесь к этому? Если вы начинаете, о, я там разведелка с прицепом, вам я такая никому не нужна, и вот эта хрень в голове, то есть, ну, это, сейчас даже на этом очень много там всяких манипуляций происходит в инфопространстве, но в целом-то, какая разница? То есть, если вы понимаете, что ты, первое, классная, офигенная, сексуальная, красивая, в полном рассвете сил женщина, которая, самое-то важное, да, как Радислав Гондопас говорил, самый лучший брак, это два разведенных человека, потому что они уже знают, как не надо. Так же и ты, то есть, у тебя ценность на самом деле выше, когда ты уже умеешь с мужчиной обращаться, умеешь правильно выстраивать отношения, и ты умеешь любить, что тоже важно, что подтверждается в том числе наличием ребенка, кстати говоря, один из аспектов способности любить, безусловно. И если мужчина понимающий, он видит в тебе эту ценность, видит в тебе эту энергию, то, ну и плюс для него в его системе ценности понятная вещь, это ответственность, то есть она сформированная, то тогда мужчина, выбирая тебя, он автоматически выбирает и твоего ребенка тоже. И пусть он даже и не обязан, его может быть, любить всем сердцем, как своего собственного, но он его на 100% принимает, он чувствует, что это тоже моя часть ответственности, и моя любовь к тебе распространяется на твоего ребенка автоматически, то есть это не противоречит, то есть ну прикольно сразу, а бывает, вы девочке удивитесь, но бывает мужчина, которые, может быть, тоже уже имеют своих детей, и ему, вот вы сейчас приколитесь, но вы подумайте, реально есть мужчины, у которых есть уже дети, они не планируют новых детей, вот этот весь цикл, да, там рождение и так далее, и им наоборот классно, что у тебя уже есть дети, и ты, может быть, тоже уже не планируешь новых детей. И вот эта система, она как бы раз и соединилась, то есть это как бы уже заведомо готовая ценность, которая уже сформирована, друг в друге. И вы уже начинаете строить отношения там без того, чтобы выносить друг другу мозг, а вот там я тебя родить хочу, а я не хочу. То есть такие тоже бывают случаи. Окей, давайте я отвечу. Я отвечу опять с точки зрения системных расстановок, да, потому как я так или иначе буду опираться на это. И системные расстановки говорят, кто первый пришел в систему, тот так или иначе главнее. И я могу даже на своем применении разобрать, да, я 12,5 лет прожила в браке, развилась и сейчас есть я и мой ребенок. И в мою систему мой ребенок пришел первее. И когда в мою жизнь сейчас приходит партнер, у него есть партнерское место, а в партнерском месту есть я, мой партнер, да, потом наш с ним ребенок. Но глобально в мою систему мой ребенок пришел первый. И тогда я иду в новые отношения, всегда я и мой ребенок, я и мой ребенок. Когда ко мне приходит мой партнер, для него мы становимся неделимы. То есть он меня любит такой, какая я есть. Я не пытаюсь отрубить себе мизинчик, да, и прятать его. Я четко понимаю, что я и мой ребенок это вместе и для нового партнера тоже. И тогда партнер выбирает меня такой, какая я есть. А я такая, как есть уже с ребенком, который есть в моей системе. Поэтому здесь тоже важно понимать, когда к вам мужчина уже приходит с двумя детьми, ваша задача воспринимать мужчину уже не одного, а понимать, что у него есть два ребенка от первого брака. И вы тогда его любите таким, какой он есть. Вы не пытаетесь ему эти мизинчики и пальчики отрубить. И вот здесь это важно понимать до конца и не конкурировать. потому что это самая большая проблема, когда мы начинаем с этим конкурировать, пытаться вытеснять. И самое ужасное для женщины из себя, скажу, когда вы пытаетесь скрывать, что у вас есть ребенок, когда вы пытаетесь его бабушке отдавать. Это опять про не принятие себя, не принятие своей системы, не принятие своего ребенка. Поверьте, если придет ваш партнер, он вас полюбит такой, какая вы есть, с таким носом, с такими щеками и с таким ребенком, который у вас уже есть от первого брака. И этот ребенок будет для него тем же самым, что и вы. Там в семье будут роли разные, но глобально у вас принимает полностью. И вот здесь это очень важно понимать и признавать, что вас будут любить и с вашими двумя, три, и даже четырьмя детьми, как было в прошлом. Субтитры сделал DimaTorzok